Сегодня на сборке стелс 745 приходит он в такой коробке Это очень интересная модель, так вот это называется Смотрите, обязательно коробка должна приезжать стоя Если велосипед приезжает лежа, есть вот такие повреждения То возможно внутри есть дефекты Сейчас будем открывать и смотреть Такая комплектация, и так он упакован в коробке На вилке перемычка, на колесах заглушки Все прязано хомутами Ротор даже сзади 180 Это потом я расскажу Богатая комплектация, в комплекте есть крылья Миниатюрная инструкция, педали Вынос отдельно, кстати, идет Катафотики, все как положено Звонка, кстати, нету Может быть звонок есть на руле Вроде как по правилам дорожного движения У нас в комплекте должен быть звонок теперь Посмотрим После распаковки велосипед выглядит следующим образом Здесь у нас даже есть картонная вставочка на рулевой Чтобы ничего не болталось И нету на нижнем пире защиты Колесо мне заднее снять надо Чтобы посмотреть, как оно сделано С этой цепью я уже раму испачкаю Хотя наклеечка тут лежит У стернов, как вы помните, в том году Здесь была бумажка Все, сейчас будем протягивать колеса Смотрите, из чего все это сделано Роторы на переднем и на заднем колесе Оба 180-е No name Чистый Китай, без маркировки Втулка задняя на промах Барабан на промах Крутится очень хорошо То есть законтран отлично Собачки тоже классные Но тут их два или три Не знаю, не открывал Так вот выглядит Задний промподшипник Здесь ничего протягивать не надо Здесь все хорошо Есть неприятный сюрпризик Для потенциальных клиентов Под звездочку винты Очень дубовые резинки Собственно говоря, я их снимал Для того, чтобы смазать Создать пыльник из смазки Чтобы все было хорошо Кассета SUGIG на 8 Ходит она один сезон Потом быстро стирается Передняя втулка у нас перетянутая Крутится очень туго Соответственно, сейчас я буду ее ослаблять Посмотрю, что там с промами Ну и тоже, соответственно, пыльнички смажу То есть, в принципе, есть смысл Эти колеса сразу снимать Смотреть и протягивать Винты на роторе были затянуты очень сильно Это хорошо А вот кассета была вообще не протянута Открутилась без усилия Без какого-либо Соответственно, в качестве переключения Страдало бы Потому что не протянута была кассета Прямо из коробки Катафоты стоят на колесах Значит, они думают, что они во время транспортировки не поломаются Защита, в принципе, неплохая Держится достаточно хорошо Конечно, люфтит Но, по крайней мере, кассету она не трет Эксцентрики дешевые, нормальные Интересно, как рама будет выдерживать Такие нагрузки для внутреннего Калипера В комплекте сразу же идет По умолчанию У нас очень плохо работающая И плохо какая-то покрашенная Подножка Которая лишний килограмм Добавляет к весу велосипеда И, смотрите, есть сразу винтик Под крепление крыла То есть, он закрывает ту дырку Куда обычно вся грязь набитает И винтики и по бокам тоже под багажник уже установлены Это очень хорошо Внутри рамы у нас технологических отверстий нет Соответственно, внутри рамы Вот здесь вот обычно бывают дырочки Ничего у нас не попадает Единственное, что грязь будет лететь вот в это отверстие Соответственно, передний переключатель будет работать хуже Так что вот туда будет грязь забиваться По поводу заднего переключателя Все, в принципе, хорошо Единственное, что вот не было этих защелок Либо их забыли положить Либо, может, в пакетике есть хомуты какие-то Посмотрю Передняя втулка была с завода очень сильно перетянута Чуть-чуть ослабил Теперь смотрите, как хорошо, легко крутится Но все равно, из-за того, что было зажато Где-то там подшипники встали не идеально ровно Чуть-чуть есть какие-то, скажем так, закусывания Скорее всего, подшипники сядут на место Я чуть-чуть постучал, стало легче крутиться Намного легче крутиться Далее сейчас вот эти пыльники Вот этой синей смазочкой мы намажем И поставим на место, чтобы внутрь не попадала грязь И чтобы пыльники крутились тоже достаточно легко Накачал покрышки до трех с половиной атмосфер У нас рекомендовано от 2,7 до 4,4 То есть я всегда примерно 3,2-3,5 качаю Ширина резины у нас 2,0 или 50 миллиметров Протектор вот такой вот универсальный По асфальту и по грунту По асфальту будет немножечко вибрации идти По грунту будет вообще замечательно Установили колеса Теперь поставили велосипед на землю Чтобы еще раз ослабить эксцентрики И утопить оси точно в посадочные места Подропауты, вилки и рамы Чтобы колеса сели максимально глубоко И в таком положении устанавливаем руль, вынос Рулевая у нас идет полуинтегрированная На шариках Она у нас в данный момент не протянута Здесь вот видно зазор Вилка у нас ФС-03 МЛО Не написано кто производитель Скорее всего это либо Зум, либо Сантур Какой-то внутренний бренд под стелс Изготавливается У нас есть подводка для тросика и изнутри И снаружи Рулевая на шариках Смазки минимум, но достаточно Будет меньше грязи прилипать Штук вилки вот такой вот тяжеленный Также крашеные конуса будут давать они Скажем так притирку по мере износа Через годик рулевую либо поменять Либо поставить на промах Вынос длинный, но очень легкий Реально очень легкий вынос И проставочные колечки вообще ничего не весят Как будто из бумаги Руль Руль тяжелый Вместе с монетками Руль, ну, видимо, СТГ Килограмма два, наверное, вот это вот весит С огромными тяжеленными грипсами резиновыми Тормозные ручки у нас под М7 Резьбу То есть самые-самые дешевые, но металлические Такие не очень, скажем так, ровненькие Вот есть какие-то там дефектики То есть руль надо менять Ручки тормозные желательно менять И грипс, конечно, менять А вот вынос очень легкий, но при этом он огромный Здесь все 110, наверное, миллиметров будет То есть не всем подойдет по длине После правильной установки руля У нас почему-то монетки и грипсы вымотнут наизнанку И вот такая огромная путаница с рубашками и с тросиками Не знаю, каким образом предполагали все это провести Но, в общем, это некрасиво Сейчас я все это буду перепротягивать заново Вытаскиваем все рубашки и тросики Сейчас заново будем их проводить так, как правильно И, соответственно, монетки у нас должны быть Вот таким вот образом примерно Чтобы было удобно рукой нажимать Монетки у нас L2 А3 Передний переключатель L2 Смотрите, сейчас я покажу Видите, он чуть выше стоит, чем надо Вот здесь вот То есть должно быть 2-3 мм, а здесь мм 6-7 Задний переключатель пока не настраивал То есть все требует настройки, перепротяжки и нормальной сборки Машинка калипер была прикручена через адаптер Вот эти два винта были не затянуты Калипер был не настроен Сейчас я все настроил, отрегулировал Ротор идеально ровный Передний На 180 Теперь ничего не чиркает Так, мы все собрали, все готово Смотрите Видно, да, сколько грязи Это я ротора протер обезжиривателем Столько на них масла и смазки завода Обязательно надо протирать Вот таким вот Ну или аналогичным обезжиривателем После того, как вы собрали велосипедик Все работает Пришлось протянуть винты крепления И настроить тормоза И оба переключателя перекинуть рубашки и тросики Посмотрите, теперь у нас как красиво Ничего в раму не царапает Все замечательно заходит в раму Нам повезло, что и здесь два отверстия, и там два отверстия Можно их еще потом герметиком замасать Чтобы внутрь грязь не попадала Переключатели работают на удивление Офигенно обалденно Это практически полная копия с рама Вот этого фирма L2 Очень прикольная А3, наверное, как с рам X4, например Но, но, слушайте Такие щелчки дубовые То есть сам механизм какой-то Он четко работает, но он по качеству переключения Прям вот внутри как будто что-то хрустит Я думаю, что они долго будут работать Будут работать с качеством Но вот кто катается на хороших дорогих переклюках Тот поймет, насколько вот эти переклюки Такие прям, ну, кондовенькие что ли Все, велосипед готов Мы его взвешивали Он весит примерно 15,5 килограмм в сборе Без крыльев, правда, пока что Все нормально, все хорошо Посмотрим, как себя покажут эти переключатели и монетки В продолжительное время работаем Самый большой недостаток, который я нашел Это подводка тросика Вот сюда вот здесь грязища будет очень много То есть вот туда вот будет лететь Вся грязь, вся пыль и рубашка очень быстро испортится Так, про резину говорил, не говорил Резина универсальная, вся кривая Бьет яйцом, сейчас покажу То есть биения вообще нету Идеально, погрешность там полмиллиметра А покрышка сама по себе Такая она яйцом как бы гуляет И мне не понравилось вот это вот тоже То есть видите, сюда вот будет грязище залетать в эту трубочку Потому что она смотрит ровно вверх Это тоже недостаток То есть это минус для инженеров стелса Сделать подводку То есть под гидравлику, да, это идеальный вариант Если бы здесь гидравлика была бы изначально То да, такая подводка оптимальна А для механики это очень плохо Там, представляете, сколько грязи у вас набьется Внутрь этой рубашки Через какое-то время И вот это вот тоже, тоже фигово Все остальное, хороший велик Классный велик за свои 22 тысячи В опте он офигенен В розницу до 28, ну подумайте Подумайте